дорогие друзья всем привет с вами передача пока шеварим на улице лето очень жарко и хочется конечно чего-нибудь освежающего безусловно мы могли бы с вами выпить просто минерал очки или выпить просто спрайта которым не напьешься но на мой взгляд гораздо интереснее будет сделать из этого всего мохито причем я вам покажу как сделать его безалкогольный и алкогольный для приготовления наивкуснейшего мохито нам потребуется обязательно нужно содовая или спрайт вот я использую два варианта газировки это спрайт и какая-нибудь минералка чтобы сделать два вот таких стаканчика мохито мы возьмем один лайм ну еще один на всякий случай много мяты светлый ром я предпочитаю использовать ром бакарди на мой взгляд он самый самый вкусный и для мохито подходит лучше всего еще для мохито нам нужен коричневый сахар в принципе можно коричневый сахар заменить обычным дорогие друзья история такая берем стакан для алкогольного мохито и стакан для безалкогольного мохито первым делом что мы делаем в обоих случаях это насыпаем коричневый сахар на такой стаканчик достаточно будет полторы ложки коричневого сахара все теперь берем лайм делим пополам по-братски между двумя стаканами один для одного второй для другого лайм нам нужно нарезать на кусочек и закладываем в стакашку хоба вот так оба то же самое делаем для второго стаканчика теперь в каждый из этих стаканчиков добавляем мяту мяту добавляем много я не знаю сколько если честно надо добавить мята мята не испортит мохито как масло не испортит кашу также и мята не испортит мохито можно на самом деле прям с веточками добавить это будет классно ухты пошел запах мяты свежий пошел запах свежей мяты это классно возьмем еще веточку напихаем и вот такие дела уже запах махито чувствуется на кухне но мы еще его не доделали теперь берем ром рома мы добавим здесь 200 миллилитров где-то 30 миллилитров рома достаточно будет на такой стакан в этот стакан мы ром добавляем а в этот нет теперь все перемешиваем то что там внутри перемешиваем вот теперь лед лед конечно же нам нужно измельчить вот такие куски льда вот такие куски льда не надо добавлять в эти стаканчики потому что мохито будет безнадежно испорчен а чтобы измельчить этот лед нам нужен или блендер или наша фантазия вот у меня блендер который справится с таким льдом отсутствует поэтому я возьму пакетик высыплю лед в этот пакетик высыплю весь лед вот так этот пакетик свернул возьму тряпушку положу лед в тряпушку вот так что тоже заверну и колотушкой колотушкой этот лед измельчу вот и все в принципе лед у нас готов и добавляем получившийся лед наши замечательные мохито бокалы у меня немножко крупного получился ну да ладно можно сделать поменьше когда не жалейте добавляйте прям доверху прямо доверху вот так конечно лучше еще подолбить его чтобы он был вообще как крошка вот оба вот и все теперь мы заливаем доверху спрайт или какая-нибудь другая содовая все это еще раз желательно перемешать там снизу чтобы получилась вкуснотища вот так вот то что лед выпадает это не страшно вот и все осталось только это дело украсить а украшать мы будем веточкой мяты веточкой мяты украсим и второй тоже украсим веточкой мяты или не будем я давайте украсим веточкой мяты это красиво естественно трубочки вообще в мохито лучше использовать немножко толще трубочки чем у меня но такие тоже подойдут ведь это домашний мохито ну и конечно же кусочки лайма я же говорил вам подойдут со второй лайм дорогие друзья один кусочек лайма и второй кусочек лайма дорогие друзья освежающий мохито готов вот алкогольный вот безалкогольный вариант я пожалуй попробую алкогольный сегодня же выходные надо и отдыхать замечательно с вами была передача по кашеварим всем пока до новых встреч и Субтитры создавал DimaTorzok